Всем самого наивкусивнейшего компотчика, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, Енот! Я надеюсь, что у вас дела прекрасно, у меня просто замечательно. Сегодня у нас идеи. Идеюшки, и... Они будут по большей части про Антошку. Очень любят наши подписчики Антошку, уж не знаю почему. Хотя у нас достаточно много и других персонажей, но прям скопилось идей. Где так или иначе фигурирует Антошка. Вот здесь он фигурирует, но не прямо. Итак, Антошка, как король, захотел мамонта. Захотел мамонта, ручного мамонта пожелал. И сказал, принесите мне ручного мамонта. И поручил он это своему самому лучшему рыцарю Ланцелоту и его коню Гришки, естественно. И также Сёгуну. Также Сёгуню! И они должны, кто-то из них должен принести мамонт. Естественно, они соревнуются, естественно, они не объединились. Но, но, Ланцелот, так как он прославленный рыцарь, да, он там любит, он честный, он вот такой вот весь, да. Правильно он собрал войско, как и нужно, да, как и полагается, собственно, своё войско и отправился за мамонтом. А Сёгун, Сёгун со своей там всякой японской, китайской мудростью, премудростью пошёл к Смертине Радикулитовне. Для того, чтобы заключить с ней некий договор. Потом награду от поимки мамонта разделить вместе с ней. Я без понятия, зачем Смертине Радикулитовны. Они нужны там, как, что там, а хотя компотикам, Антон, чем платит? Компотикам, конечно же, всем нужен компотик. Итак, значит, он пошёл и получил поддержку. Поддержку в виде, значит, скелетов лучника, в виде скелетов воинов и также двух тёмных матвеев. Но здесь всё не так однозначно, потому что против тёмных матвеев есть щиты. Против, собственно, самого Сёгуна есть Колянчик здесь. Да, Колянчик, Колянчик, на тебя много надежды. Если камень прилетит прямо в Сёгуна, то, собственно, здесь особо-то не останется. Здесь по-любому победит Ланцелот, если Сёгуна прибьют. А вот если нет, это большой вопрос. Так что две армии достаточно, можно сказать, одинаковые по силе. Ну, матушка, удача, давай. Опа-на, вперёд, поехали. Итак, Ланцелот бросается в бой, но, по-моему, получает в бочину саблей Сёгуна. Очень так, подрезал Сёгун, подрезал Сёгун, блин. А эти крутят, ай, да посмотри, спинами повернулись. Ай-яй-яй-яй-яй, ну где же ваша подготовка, рыцари? Где же ваша подготовка? О, вот, смотри, вот Ланцелот молодец, даже в щит поймал. В щит поймал, смог поймать в щит. Но, к сожалению, это и всё. Это и всё, что сумел сделать Ланцелот, потому что два тёмных матвея, это вам не шутки. Которые едут постоянно в маршрутке. Но, к сожалению, коленчик промахивается, постоянно промахивается. Коленчик не попал ни в тёмных, ну, разве что попал в мечников. А в тёмных матвеев нет. И, к сожалению, в Сёгуна тоже нет. Ну и всё. Сёгун даже выстоял. Сёгун даже выстоял, так что... Так что Сёгун, Сёгун будет ловить, видимо, мамонта. Потому что сражались они за это, за возможность поймать мамонта. Давайте же посмотрим, сумеет ли Сёгун поймать мамонта. Собственно, вот Сёгун, вот мамонт. Всё как нужно. Сёгуном остались те, кто смог кое-как выжить в прошлой битве. Тёмные матвеи полетели по своим тёмным делам. И поэтому остались только вот скелетончики. И остались три лучника огненных. Собственно, сам Сёгун и громадный мамонтёнок, который вышел из этой небольшой пещерки. Как ты там умещался, я не знаю. У тебя одна попа, как весь этот вход. Так что я без понятия. Итак, давайте посмотрим, сможет ли Сёгун выполнить указ своего короля и победить мамонта. Ну, вперёд, Сёгун, вперёд. Тебе как бы удачи. Что тебе ещё пожелать-то против такого громадни... Против такой громадни... О-о-о, попал Сёгун под... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Мамонт топчет. Мамонт топчет просто-просто капут. Ах, всё. Мамонт, 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 всё. Мамонт заснул долгим, глубоким, беспробудным сном. Ну, а Сёгун... Сёгун, Сёгун чё? Сёгун молодец. Сёгун смог победить и мамонта выполнил волю Антошки. Ну, знаете что? Знаете что? Сёгуну надо было хоть как-то реабилитироваться. Бедный Сёгун. Его постоянно, постоянно его шпыняют, он ни на что не гонит Ну, здесь хотя бы мамонта-то смог прибить Слава тебе, Господи Хоть как-то реабилитировался в глазах В глазах, в принципе, всего Тапса Ну, хоть и не совсем честным путём Но всё-таки, 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 да Вот так вот Ну, вот такая вот охота на мамонта Антошка получил то, что хотел Итак, Антон получил этот, мамонта Антон получил мамонта И на этом решил не останавливаться Знаешь, как бывает Одно получил, второе получил И вдруг захотел получить весь компотик Тапса Вообще, просто весь Чтобы стать единственным, кто производит компотик Да, Антошка, как ни крути, король Вы же это понимаете, да А короли всегда стремятся к наибольшей власти К наибольшему управлению Даже наш прекрасный Антошка Даже его разум иногда мутнеет Под напором, под напором Славы, да И желание богатств всего этого мира А богатство в Тапсе у нас это компотик Итак, он решил забрать компотик у всех У всех, докуда сможет дотянуться его длинный-длинный меч И первое, это тётя Зина Тётя Зина, как вы знаете Умеет делать очень многое В том числе и варить свой собственный Ну, такой компотик Такой компотик от тёти Зины Конечно, все знают, что сам вкусный компотик у енота Но и у тёти Зины тоже есть своё производство И Антошка пришёл к тёти Зине Со своим войском А в войске у нас здесь и лучники, как вы видите И мечники И, соответственно, древесный гигант Не знаю, как Антошка его заполучил Но как-то заполучил Эти усища, эту бородищу Значит, и Анатолий Привет, Анатолий Мой ты дорогой Значит, Ана в стороне тёти Зины Сама тёти Зина Самураи Король обезьян Обезьян Хотя нет, подождите Это не король обезьян Это уже не король обезьян Это знаете кто? Это у нас Степан Это Степан, который был с палкой Такой синовик Учительник его научил драться с палкой И он стал, собственно, вот таким вот Монки Кингом он стал Искусным, искусным бойцом с палкой Значит, монахи Монахи Естественно, варщики Компота И дракон Вот дракон может зарешать Всё это сражение Если он будет Если он будет пылать Прямо вот в эту арку Если он будет пылать Прямо в эту арку То армии Антошки просто Ну, не сдобровать Ну, не сдобровать Потому что он всех сожжёт Но это не факт Это не факт Это что давайте смотреть Как обернётся эта битва Поехали Итак Хорошо начинает, смотри Начинает дракон палить именно туда, куда нужно Прямо идеально встал И ты посмотри, что делает Ты посмотри Ха-ха-ха-ха Ты посмотри, что делает дракоша Молодец Красавец Прямо хорошо палит всех Палит всех Абсолютно Абсолютно палит туда, куда нужно Но подбирается Подбираются Подбирается Антошкины войска И к дракону в том числе Но дракон не перестаёт И посмотри Не перестаёт палить И по-моему Антошка заснул Или не заснул Нет, Антошка всё ещё Молодец Но Антошке мешает эта арка Выбрал Антошку Очень сложное поле для битвы Кто остался? У нас остался Древесный гигант У Антошки остался Остался ещё Борис его Ха-ха-ха Его заместитель Ой, как красиво ты здесь А? Как драматично Драматизм Драматизм А вот гиганту сложно Ха-ха-ха Гиганту очень сложно Гигант не может пройти Гигант У гиганта не получается А вот на стороне тёти Зины Остались только Ну, собственно Кто здесь? Да практически никого Здесь не осталось Компотовары Нет, подожди Компотовары остались Компотовары могут Закидать кого угодно Компотовары Молодцы, ребята Компотовары Их не стоит Недооценивать Конечно же Конечно же То, что есть гигант Это, это да Это серьёзно Это серьёзная проблема Я бы сказал Для тёти Зины И для её войск Абсолютно Очень серьёзно И сейчас гигант просто ждёт Пока к нему Пока к нему придут все Ха-ха-ха Пока к нему придут эти ребята Чтобы их прибить Да Да, за счёт гиганта За счёт гиганта И за счёт вот этого Единственного лучника Кстати, как и странно У нас нет юнита С лучника Мне одному лучнику ещё не дали имя Да меня только сейчас дошло В принципе А ведь эти ребята часто появляются У нас повсюду и везде Ха-ха-ха Ну такая Задел Задел Да, для наших идей и дел И для вас всех, ребят Итак, Антошка победил тётю Зину И загробастал её компотик в себе Но, конечно же Это ещё не всё После того, как Антошка победил тётю Зину Он пошёл кому? Конечно же К смерти нерадикулитов Вне, которая тоже варит свой специальный Тыквенный компотик Насыщенный Да, который насыщает силой Ааа, вот Но не жизнью Но не жизнью, как видите Это специальный компотик Специальный компотик Ааа Но Антошка хочет заполучить и его Антонишка, Анто Антошка смог себе загробастать тётю Зину Опоил её своим компотиком Одурманил, так скажем Одурманил, одурманил Дурманом нашу тётю Зину Но, но А смерти нерадикулитов Так просто не сдаётся Во-первых, есть сама она Во-вторых, у неё есть охранники В-третьих, у неё есть вампиры Вампиры, зубатики Тёмный колянчик есть Также лучники, которые заняли свои позиции По бокам Которые сразу же Они могут начать обстреливать всех Да, со своих позиций И кроме того Я, енот Услышал о том, что Антошка Взбеленился и пошёл захватывать весь компотик А енот призван держать баланс С компотиком Поэтому прислал подмогу Присылал подмогу Смертини-радикулитовне В виде косильщицы В виде синовичков И в виде своих Фирменных компотоваров Я надеюсь, что я смогу Помочь Смертини-радикулитовне Ну, или нет Посмотрим, сможет ли Антошка пробить Оборону Смертини-радикулитовны Вперёд Итак, погнали Ну, а-а-а Колянчик тут сразу же Бросается камнями в лучников Ну, что, наверное, правильно Наверное, правильно Значит, Антошка идёт вперёд Здесь Смертини Смертини разносит всех Смертини Никто не страшит Такое ощущение Кроме 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 Анатолия Анатолий Это бич Всех Смертини-радикулитовин Если, конечно же, он попадёт Если он додумается Стрелять Смертини-ю То это может Жёстко кончиться Для Смертини-радикулитов Опа Вот и всё Вот и всё Анатолий Сделал своё дело На пять с плюсом На пять с плюсом И в этом случае Конечно же Конечно же Оставшиеся войска Мои ребята стараются Мои ребята стараются Всеми силами Помочь Смертини-радикулитов Но, как вы видите Это практически нереально Учитывая, что Остался Антошка С выкрученными руками Остались лучники В достаточно большом количестве А из наших ребят Остался Бедный компотовар Который завалился в кусты Он, кстати, уже и Заснул здесь Знаете А зачем воевать Просто выпил компотика И в кусты Выпил компотика И в кусты И нормально И всё И удобно Слушай, главное Удобно спать-то Нормально Итак Антошка одерживает Очередной верх На Смертини-радикулитов Радикулитовный Что остаётся Остаётся Конечно же Енот Со своим самым Вкусным компотиком Последняя Супер-битва Между Антошкой И Енотом Между Антошкой И Енотом Вот он и я Пришёл Антошка И ко мне Отобрать Мой фирменный Мой фирменный Замечательный Компотик И присвоить себе Вообще все права На производство Всего компотика В Тапсе Ну, как вы знаете У Енота У Енота Много друзей А И это в первую очередь Косильщицы Это, естественно У нас Палочники Это Компотовары Компотовары Которые и на крышу Водрузились И здесь стоят Компотоварчики Да И, естественно Пугало Привет, моё Дорогое Пугало А кроме того Кроме того Батька Батька всех этих земель К которым я отсылаю Очень большие порции Компотика Так как батьке Вы сами понимаете Нужно очень много Компотика На одну его ручищу Только несколько бочонков Нужно Не говоря уже О брюхе На его здоровеньком Батька услышал О напасти И решил Помочь Решил прийти И помочь Вот он батька Вот его Северные войны Берсерки Бравлеры И Валькирии А значит На стороне же Нашего Антошки Естественно Тётя Зина Одурманенная С войсками Кроме того Естественно Смертини Радикулитовна Теперь тоже Одурманенная Со своими Скелетиками Конечно же Колянчик Уже тоже Одурманенный Давным-давно И Анатолий Тоже Очень все Одурманенные Компотиком Антошки Ну что ж Удачи Мне Наверное Чтобы я смог Защитить Сохранить Баланс В мире Компотика Вперёд Ну давай Давайте Мои ребята Давайте Мои Добрята Давайте Я уверен Вы сможете Батька Батька Тащи Батька На тебя Много Надежд Батька Я Ну смотри Батька Как магнит Батька Как магнит Для всех Все Стремятся К батьке Смертини Радикулитовна Забила На всех Кто был Перед ней И пошла К батьке Потому что Знаете Ну Сильных мира Сего Тянет К сильным мира Сего Батьке Нужно только Попасть Батьке Нужно попасть Несколько раз Удачно По смертине Радикулитовна Да молодец Батька Красавчик Красавчик Просто вообще Молодцом Попал И все И нет Смертини Радикулитовны Все Все Смертини Радикулитовны Остался конечно Антошка Еще сильный Достаточно воин Но мне кажется Что Антошка Не выдержит Не выдержит Он под напором Наших косильщиц Да еще плюс Батьки Да еще плюс Компотоваров Да еще плюс Синовиков Ну нет Как бы Антошка Не хотел Но Батька То вырубился А батька То вырубился Между прочим Остался Антошка Где Антошка 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 под батькой Батька даже Когда вырубился Все равно Помогает нашему делу Но мне кажется Нет Мне кажется Что Антошка Уже Да не Да не Не вытянет Антошка Не сможет Нет Здесь косичицы Здесь компотовары Здесь все 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 кто нужно Все кто должен быть Абсолютно все Ну ты посмотри Антошка с последних сил Очень уж Антошка хочет завладеть Самым вкусным компотиком в Тапсе И получить права Ты посмотри Сейчас еще Сейчас еще и перебьет всех Ты погляди Ты погляди Что творится Компотовары мои Я верю в вас Я верю в вас Ребята Я уверен Что вы сможете Что вы сможете Все же Ну давайте Ребята Я Вызовы Вот 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 Гоните Гоните Прочь Гоните Прочь Антоху Вот Уходи Антошка Быстрейка Через поля Через леса И вон Есть Отлично Отлично Красавцы Я сдал Что вы Ой ты какой милый Погляди Какой милый Компотовар Ну Знаете что В соответствии С идеей Да С идеей Енот добрый Енот всегда добрый Поэтому енот Дал Антошке После того как Антошка Пришел в себя Дал Антошке Большой запас Компотика Чтобы Антошка Тоже был доволен Поделился значит Компотиком Выделил своих Компотоваров Чтобы они Готовили Антошке Самый вкусный Компотик В Тапсе Для того чтобы Антошка имел Возможность его пить И становился Добрее А то Антошка Чего злой то был У него просто Самого вкусного Компотика не было А мы ему Его дали И теперь Антошка Доволен Все довольны Баланс в Тапсе У нас восстановлен Компотный баланс Я поздравляю вас И спасибо за эту Прекрасную Многогранную Здоровенькую Идейку Ну и раз уж Мы ведем речь Об Антошке У нас есть еще Одна поучительная История О том что Нельзя Задолжать Задалживать Брать в долг У пиратов А потом Не отдавать Антошка собственно Так и Сделал Он взял в долг У пиратов И не отдал А Джо Соловью Нельзя не отдавать Долги Потому что Джо Соловей Явится с первыми Лучами солнца И выбьет из тебя Все твои долги Итак У нас здесь Антошка Шел себе По зимнему лесу Расглядывал Снежинки Да ловил Языком Снежинки языком Вы так делали Да наверное Да я уверен Все делали Не ври мне Ты делал так Я уверен Значит Антошка Шел себе В задумчивости Такой думал В своих королевских делах А здесь Из лесу Быстренько вышли пираты Конечно же Ланселот Его личный охранник И Гришка Бравый конь Гришка Первыми заметили Этот подвох Окликнули Колянчика С его Прекрасным камнем Но наверное Было уже поздно Потому что Мушкеты Были взведены Собственно Бочечники Уже все Бочечники Опились компотиком И рвутся в бой Вместе с Бомбардирами Ну и сам Джо Соловей Стоит на пьедестале Как говорится Месть это блюдо Которое подают Холодно А здесь Очень холодно Все остальные Среагировать У нас Не особо Успели Ну что ж Давайте посмотрим Сколько сможет Продержаться Антошка Во всем Этом Ужасе Вперед Погнали Итак Дыдын Сразу же залп Сразу же залп Вырубил Две катапульты Коней Практически Да Бравый ланцелот Бравый ланцелот И Гришка К сожалению Даже не успели Ничего особо Сделать Ай Значит Антошка Сходится в бою С С этим С Черной породой Не с черной породой С Джо Соловьем С Джо Соловьем И о как это быстро Это произошло Я даже не успел О смотри Хэдшот Просто хэдшот Прописали Мораль Мораль Ребят Если берете в долг Отдавайте долги А то придет Джо Соловей И будет вот так Вот все Достаточно Печально Обернется Да Даже Даже танк да Винчи Не помог Даже танк да Винчи Не смог Смотри какая Молниеносная атака Как они замечательно Спрятались в лесах Это конечно Это конечно Было хорошо Конечно Джо Соловей Тоже получил Тумаков Но Без этого Никуда Ну а на этом все Дорогие мои Спасибо вам За то что смотрели За то что пишете Свои прекрасные Комментарии Как всегда До новых встреч Самого вам Наивкуснейшего Компотика И пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok